так всем привет с вами и слад сегодня у нас седьмой матч грубо бл и будем пытаться переиграть скаминов у меня немножко извините я приболел поэтому сегодня буду говорить в нос и иногда отворачиваться и издавать нелицеприятный звук который надеюсь не подут микрофон счет вообще невозможно дышать через нос совершенно не получается я надеюсь что это не повлияет на вашу способность призвумыслить вот посмотрим как мы сможем это сыграть уманы действительно уже довольно сильно отъелись ну как навыков конечно до сих пор не хватает но нас по крайней мере есть запасные по крайней мере хотя бы один гард у нас есть даже деньги некоторые в казне остались 3 запасных у нас это очень хорошо и надо нам срочно докачивать двух блицеров такие вот дела и у нас еще классный огар с пеленоном давно хотел у нас есть блогер у нас есть два такова на его доджи один так тоже довольно таки опасный у нас есть мощный на сила которого не так просто будет валить в общем шансы неплохие но правда у крыс есть крутой вантернер и он похоже сейчас купил себе еще одного запасного похоже по моему вот этого товарища сейчас докупил в общем поехали давайте играть да привет просто это пирс привет айс рейн совершенно совершенно ужасно болит друзья понятно пока что смотрю не торопится принимать вызов привет тиропа получается играем в ровный тв без всяких индусов мне кажется это будет на пользу зрелищности так сказать матч самое интересное что как бы специфика крыс она такова что мы спокойно можем от них же посыпаться и крыса крыс огур у них такой не очень приятный сам по себе хотя я думаю что если крыса огра подружить моим огуром они будут себя вдвоем очень комфортно чувствовать и мой огур ему покажет кто какой огур настоящий огур что-то не хочет с нами сражаться блин классно у него конечно крыса уже вот вот в принципе они нам могут напихать очень много голов иван тёрнир у них хороший есть и запасных он взял хотя бы немножко побольше то есть может быть он действительно сможет сохранить ван тёрнира на скамейке запасных и выводить вот в критичные моменты вряд ли он будет его подставлять и пятиагильный есть и выбивал есть хороший и универсал даже есть который в принципе ван тёрнира может побыть хорошая команда прям хорошая нравится мне его крыса я бы сказал что шансов у него имя много кстати я еще посмотрел на просто на положение в таблице и честно говоря я вот совершенно до сих не могу понять как так что какие-то кемри занимая первую строчку и похоже что если так она и дальше будет продолжаться то может быть мы даже и не выйдем в этом сезоне наверх я думал в принципе это будет довольно достижимая вещь на все-таки низший дивизион у нас похоже проблемы мы сами этим кемрим проиграли на третьем ходу я сдался потому что мне выбили по моему шестерых что ли игроков я аптечку потратил но неужели так каждый матч у них прям даже берут меня некоторые сомнения как так то вообще вроде они довольно большие по тв и не то чтобы у них прям супер опасные скиллы из опасного это видел только пять могучих ударов но не все же так сыпаться от них должны правильно и индусов на них против них можно набрать хорошо так в общем странно это как-то статистику не влазит не понимаю почему товарищ не не с ними не принимая приглашение вроде на на форуме уже написал что готов и что-то не принимает приглашение в общем на втором месте сейчас идут по моему норс и да сейчас а на втором мы в общем там еще будут но норс айс рейн из которой мы кстати будем играть поэтому это все может измениться если вдруг они нас перебьют и просто там переиграют мы там скатимся на третью строчку с которым уже вряд ли поднимемся когда-нибудь потому что матча осталось всего два сыграть так что надо прям все выигрывать не отступать никуда не сдавать позиции может у него там залагало давайте заново перезайдем может нашу просто приглашение не видит прям не хотят с нами играть такое ощущение но сид здорово да потихоньку отжираемся правда и не могу сказать что я пока очень сильно доволен прокачкой команды потому что два блистера сейчас практически нулевый мне пришлось менять и пах по хорошему их надо уже прям прокачивать целенаправленно матчи всякий потный получаются близкие мне приходится жертвовать прокачка ради надежных голов чтобы хоть как-то наверх двигаться получается что к черкачаются брицер у меня как-то все глушом глушом но в целом нормально гард есть хотя бы один против крыс может быть даже и поможет это обстоятельство хотя конечно после этого матча все-таки я хочу хотя бы одним блистером все-таки занести пару голов но это так на самом деле фантазии потому что против крыс это довольно опасно делать у него есть в хорошее выбивало поэтому крепкие руки крепкие руки стараться качаться буду это все просто по обстоятельствам не не хочет играть парить просто не хочет товарищ просто видит что он у меня пишет что я у него не в сети он наконец видимо перезашел да сит я согласен согласен план как раз такое у крыс просто все умирают уголовные мы носим по пустому полу но по полю но сами же понимаете что такой план он как-то не очень любит осуществляться да кому еще не говорил сразу заранее извиняюсь за свой голос там или за то чтобы говорю в нос я приболел поэтому по-другому не просто не получается давайте конечно же будем атаковать и будем избивать оппонента теперь смотрите начинаем с шоу давайте покажем скиллы наконец-то у нас есть огур с пеленоном мы будем пеленонить им просто каждый ход и ну конечно это тоже фантастика конечно же не будем каждый ход пеленонить потому что до него иногда будет просто не доходить ход потому что по плану он всегда будет ходить последним но я просто давно уже хочу все-таки в блатбол играть не по линейке и какие-то там абстрактные делать вычисления мне хочется чтобы это было еще и весело поэтому вот огур пеленон и вроде как это должно ему помочь немножко качаться побыстрее а там уже будем смотреть чтобы убрать может быть и блог даже перепадет что еще у нас хорошее у нас есть блоджерный блицер с таклом у нас есть нормальный в принципе убийца который я думаю здесь может быть даже сыграет в таком матчапе потому что вроде как броня у всех не очень большая а закапывать крысы это всегда приятно к тому же вроде как у него не было грязной игры и на взяток у него денег нету так что вообще все хорошо у нас есть боевой кетчер с дотлисом тоже может он пригодится потом будем его качать еще как-то джампапы мы возьмем на следующем мапе будет такой прям боевик затейник есть прилипал с оторванной ногой которого мы в принципе уже на нем поставили наши окончательные планы и гвардейц гвардейца надо кстати наверное можно вместо вот этого травера взять на атаку давайте прям по стандарту здесь даже есть какой-то линейка с блоком пеленой будем вот этого товарища гвардейца ставим тогда сюда ты у нас будешь бить лосс возможно ты тоже тебя ставим на прикрытие тебя тоже ставим на прикрытие ты побежишь кого-нибудь пеленонись похоже что вот эту линейку хотя хочется конечно подальше стоять от джаджа вот этого кстати товарищ явно играет в малифо потому что у него куча игроков названы как модель из этой игры какая-то у него смесь ниверборнов и гильдейцев если конечно вы понимаете о чем я вообще говорю так ты тебя спрячем от блица ты из блица спрятан здесь все хорошо тебя можно даже поближе поставить а можно и не ставить да можно и не ставить блиц нам в принципе помешает но не то чтобы прям очень сильно потому что вроде как фланги у нас все равно надо их отбегать или додж здесь додж здесь не очень просто хотя у него конечно пятая гила и две головы практически на всех но что поделать что поделать о рейвен привет давненько тебя не видели перфект дефенс ничего страшного у нас здесь нормально народу отогрован сейчас конечно отведет людей но ничего мы тогда его просто будем позиционно использовать да здравствуй брайт кто там еще пришел переставляйтесь не переставляйте все равно от нас не скрыться может быть кстати раз он отвел от огра может быть будем блицевать огром как раз чтобы просто не подставлять нашего блицера стаклом просто в позицию заведем и будем ими по очереди блицевать ну у меня редко стримы я обычно раз в неделю всего лишь стримы потому что игра играя только в рубу бл очень мало времени у меня в последнее время на что бы то ни было кроме реальной жизни я не настолько интеллектуально чтобы понимать такие абстрактные и и и предложение так мячик все равно в опасности так что надо его конкретно прикрывать если мы поднимем мячик куда мы сможем прибежать наверное куда то сюда сюда значит вот этого товарища можно вообще не принципе пока не трогать этот товарищ стоит хорошо здесь можно в принципе поставить вот этого товарища так здесь вот так и здесь в принципе даже можно какое то подобие клетки сделать после того как мы разберемся вот с этим всем давай дружок умри так отлично этот парень в принципе будет вот так вот делать здесь клеточку куда то сюда все нормально здесь у нас есть ударов два куба но без блока можно в принципе вот этого товарища подставить но здесь так ему конечно же пробьют а с другой стороны тогда здесь можно будет с блоком ударить и вот этого товарища отвести на клетку или в принципе можно будет потом куда то сюда убежать огра тогда можно не трогать этого отвести назад тоже неплохо пожалуй кстати можно вот так вот сделать еще и под огород подпихнуть вот этого товарища кстати говоря давайте так наверное сделаем давайте пропилимоним отлично прикроем еще раз мячик поднимем его сделаем огром приятный блок который в принципе не удался но ничего страшного сделаем блок с блоком подойдем чтобы нас сильно не фалили и тут можно в принципе отойти назад как то вот так чтобы не дай бог с этой стороны к нам не прорвались нормалек нормалек в принципе вольгангбайер уже себя слегка отрабатывает это приятно я кстати не понял что это нокаут потому что почему то ничего не показало у меня такое ощущение было что это вообще там какой то там стан надо было наверное обратить внимание на кубы но я что-то не очень вот да да это нокаут надо было не реролить но просто по ауи что-то я не понял что это был нокаут честно говоря да 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 давай сразу с фолов пиропан да не больно то и хотелось мне он и самому в принципе прекрасно сгодится да и миллионов у тебя скорее всего нет так вот как все таки да он будет кетчера конечно же мутузить хорошо я надеюсь что он стрелочки это не стрелочки как то это не стрелочки ну нормально нормально упали здесь хорошо в принципе под пеленоном он отлично тоже будет смотреться вот этот парень если его сейчас не прикроют то ну и фолт здесь будет как бы только с одним ассистом и все равно будет антиассист один интересно он встал может быть даже мы сейчас и и ротографы по пеленоним тоже будет хорошо а здесь а да а week Смотрите, он все-таки будет в чистую фалить, потому что это все равно будет ассист минус ассист, он ничего с этим не сделает. Я тут могу сделать контр-ассист довольно спокойно и запеленонить, например, пятиагильного. Смотрите, если он вдруг меня не пробьет, это будет для него большой шок сейчас. Я прям с удовольствием сейчас влечу сюда тогда. Прям интересно, но я надеюсь, что с чистого фала мой влгангбайр не улетит. Очень на это надеюсь. Привет, таксидум. Блин, ну вот сейчас, конечно, ему надо наказать, ему надо наказать, 1-1 на фол будет вообще замечательно, и тогда мы просто начнем здесь наш рейд разрушения. Я прям буду этого ждать. А, такой, смотрите, он еще приглашает меня, чтобы, типа, если я буду вдруг его... ...пеленонить, то, типа, сразу у него будут ассисты под фалы. Да, это очень интересно. Так, летку, в общем, мы переезжаем сюда. Здесь можно в два куба ударить. Сюда мы переезжаем. Огр мы не трогаем. Ты, товарищ, встаешь. Почему бы и нет у тебя сайдстеп? Здесь у нас два куба есть, и мы сразу падаем. Здесь мы тоже можем раздать какие-то кубы вот таким образом. Где у него выбивало? Вот выбивало. Но нас, в принципе, особо не интересует. Такой вот удар. Пробился отлично. Здесь. Давайте начнем с менее, наверное, интересных ударов. Что-то, по моим прикидкам, здесь было два куба. Что-то я сразу ошибаюсь. Прямо сразу. Нет, следом мы не пойдем. Ты, дружок. Погнали. Это мы реролить не будем. Следом мы не пойдем. Здесь мы можем дать, в принципе, вот такой кубик. Пихаем тебя вот сюда. И следом мы пойдем. Нигла на линейке. Не будет она, конечно, отдрать ничего. Огр. Огр мы, в принципе, не трогаем. Кто у нас здесь может забить? В принципе, у нас... У него есть сложные, но возможные два куба в этот мячик. Поэтому, может быть, Огр лучше все-таки переставить. Стребол, в принципе, некоторые хуманы берут на блицеров. И он иногда нормально работает. Так что, концепт здесь, в принципе, такой же. Почему бы и нет, как говорится. Но, с другой стороны, это такая прям сильная перестраховка. Когда ты... На самом деле, это нормально будет рерол экономить, если ты бьешь кого-то с мечом и... Не хочешь стрелки реролить. Нормально, и так все равно получается. Но не всегда он работает по меченосцу. Так что по меченосцу, в принципе, гаторы же должны работать. Ну, я не думаю, что прям это такая уж ошибка. Сид, хороший же план, согласись. Кстати, Вольфганг сейчас, конечно, в опасности. Наверное, мне стоило подойти, чтобы хотя бы Вольфганг пихался в другую сторону. А то сейчас его выпихнут сюда и будут опять фалить. Нехорошо это все. Предно, дол. Ну, он явно, кстати, не в мячик сейчас будет играть. Он пытается меня перебашить. Так что мы пока на моей территории, можно сказать, играем. Привет, синерус. Так. Сейчас нужны двоечки. Давай, дружок. Двоечки или единички. Давай, давай, давай. Это не похоже на двоечки и единички. Странно, что он поехал в эту сторону. Потому что... В общем, странно, да. Если он же так приоритизировал Вольфганга, то мог бы его как раз и пофалить сейчас. Хотя некем уже. На самом-то деле уже некем. Но мы сейчас тогда будем просто массировать его ротогры. У нас просто все для этого инструменты есть. Опять 25. Александр Хоффер. Молодец. Его так просто не возьмешь. О, смотрите-ка. Смотрите-ка. Он идет в полный контакт. Это просто очень любопытно. Два куба сразу просто дает бесплатных сюда. Затем у нас есть один кубик сюда. Может быть, даже два, если мы подвезем вот этого товарища сюда. Можем запеленонить огра. И у нас еще даже свободные товарищи, которых можно просто использовать как хочешь. Что приятно. Можно даже, в принципе, особо не торопиться, если мы вот здесь расположимся. Будет неплохо. Давайте вот с этого начнем удара. Следом не идем, потому что мне хочется, чтобы был ассист. Вот это, конечно, странный был ход, что он подставляет гаттеров просто под какие-то не очень, наверное, логичные движения. Давайте попеленоним вот этого товарища и будем уже дальше разбираться со всеми остальными опусля. Кинем тебя к нашим. Пропеленоним хорошенько. Не пеленонится, но, в принципе, мы тогда можем здесь устроить что-нибудь другое. Например, фол. Кстати, кинем его. Пусть он, в принципе, с нашим кетчером тоже разбирается. Я не хочу, чтобы он как-то здесь бегал самостоятельно. Так, и теперь здесь. Будем ли мы играть в один куб? Или просто отойдем и прикроемся? Можно, в принципе, вообще сюда отойти. А можем и не отходить. Давайте все-таки немножечко сзади прикроемся, а то вот эти шустрые засранцы, они меня слегка так напрягают. И здесь мы, наверное, все-таки куй кинем тоже кубы какие-то. Линейка сресла пусть добегает. Здесь у меня, если что, четвертая сила. Я как бы верю. Силу статистики. Даем ему байт на кубы. Пусть он как бы доджится, если хочет. В принципе, если он донтлис прокинет, поставить здесь контур-ассист, то у него будет даже кубик. Но пятиагильного своего крысюка он потерял, так что здесь не факт, что он сможет подобрать. Посмотрим. То есть это все равно рискованная игра. Сложные кубы. Не, сит, может быть, стоило бы, да. Может быть. Но здесь мы, в принципе, не сможете нас так обжать, чтобы мы не били крысоугров в следующий ход. Нормально будет. У нас сейчас хорошее преимущество в силе. Давайте его использовать. Сейчас у нас, в принципе, крысоугра, наверное, сейчас с рестлером подружим. Блицевать, конечно, хочется всяких гаторов. Кстати, я вот что-то не понимаю, зачем он Ван Тернера вывел в защиту? Кто-нибудь может мне сказать? Я бы Тровера вместо него поставил. Если он хочет выбивать мяч, зачем он вообще его двигал? Это у него как раз основной претендент на подбор мяча. Кстати говоря. Если он вдруг марчить будет вот этого товарища. Пока что-то я не понимаю его плавно, честно говоря. А, понятно. Просто хочет блицеров обрабатывать. Так. Каспар. Каспар молодец. Все хорошо. То есть у нас есть цель для блица. Каспар, ты встаешь. Огро мы не трогаем. Здесь все хорошо. Здесь надо повалить крысоогра. Сделать блиц. Освободить этого товарища, пройти немножко вперед. Сразу мы его, наверное, ставить не будем. Мне его хочется повесить на кого-нибудь. Например, где-нибудь здесь. Попробуем повалить. Давайте. Отлично. Повалили. Идем вперед. Дружим, собственно, его с крысоогром. Замечательно. Ты. Блицер. Тобой хочется забить. Тобой хочется, конечно, забить. Поэтому ты. Идешь, дружишь с гаттеранером. Ты. Делаешь блиц. Куда-нибудь сюда вот. Давай пройдем. Давай пропеленоним. Пеленон не удался, ничего страшного. Ты. Тебя надо куда-то переставлять. Куда-то сюда. Ну, три, четыре, пять. Где-нибудь здесь нормально. Значит, ты. Идешь сюда. Идешь сюда. Идешь сюда. Ты у нас будешь забивать, если что. Но ты как бы такой, типа, не при делах. Ты идешь сюда. И, товарищ, идешь делать вид, что ты у нас альтернативная угроза. А ты, товарищ, дружишь вот с этим парнем. Будешь и главным бейтом, и пусть он как бы немножко испугается. Да-да-да, давай. Если хочешь блицевать мистера Беларда, то вперед. Не, синерус, сейчас у меня фол не в приоритете. Не хочу. Вот советчиков-то, а? Набежало. Какой смысл на лось-то столить? Так, отлично. Он сагрился на Беларда. Так, это рерол. Ну что, Беларда, держись. Я не хочу тебя терять. Это же был продуманный план. Ну, здрасте. Это аптечка, конечно же. Я не хочу Беларда терять. Дружок, давай. Не надо. Что ж такое? Ладно, копим на нового угры. Что ж такое-то? Ладно, в следующем я тоже возьму пелену на первом мапе. Хе-хе-хе. Черт. Не живут у нас огры. Объявляется новый конкурс на имя очередному огры-команду. Дадул, ты не предупреждал, ты просто накаркал. Потратили аптечку, бесполезно, блин. Глупый огр. Я верил тебе. Ты меня обманул. Киропан, это слишком длинное имя. Не поможет. Глупый огры. Третьим. У нас есть, в принципе, два куба с одним ГФИ вот в этого парня. Можно сделать даже три. Я думаю, что надо. Здесь можно два куба сделать с ассистом этому товарищу. Здесь мы перестраиваемся с полуклеткой, и вот этому парню надо давать в руки. Кстати, тогда может сыграть, кстати, стрипбол. Это будет вот сюда вот. Вот, ты идёшь сюда просто делать небольшой экранчик. Ты. Ты. Да, ты тоже идёшь сюда сделать небольшой экранчик. Стоит ли это того? Наверное, после того, как мы вот здесь вот разберёмся. Потому что вот на это я буду тратить реролла, а на это, может быть, и нет. Хорошо. Я не хочу подходить, если он сразу сейчас выбиться. Ладно, пофиг. Конечно, не надо было подходить, но я бы всё равно его пеленонил, если бы он не пробился. Можно отдоджить. Давайте, кстати. Почему бы и нет? Why not? Ты идёшь сюда. И ты давай пробей. Так, а почему не блок? А у него что, не было? Блин, у него не было. Я его перепутал с другим. Я невнимательный, друзья. Ну, простите, я болею. У меня не так, чтобы сейчас хорошо с ображалкой. Уж извините. Да, я ошибся здесь. Это была ошибка, причём такая довольно глупая. Аааа, Билард, сраный Огр. Ну ладно, у нас хотя бы вроде как планируются какие-то деньжаты. Может быть, нам даже хватит на новый Огр. Блин, как меня раздражают вот эти бесполезные туши, которые умирают. Просто уже сколько Огр померло, а? Я предыдущего из могилы несколько раз вытаскивал, пока он не сдох. Это даже не захотел вообще. Никаких шансов себе иметь. Отвратительно. Ааа, я с таким торжеством взял ему пеленон. И просто он ничего, вот ни разу. За эту игру он сделал сколько там, один блок, которому он не попал и всё. И всё, это всё, что он сделал перед смертью. Понимаете? Ну ладно, он перед этим, конечно, там нормально так, практически с первых матчей начал показывать результативную игру, но этого уже, конечно, недостаточно совершенно. Просто совершенно недостаточно. И тут у нас уже, у нас нет аптечки, блин. И у нас сейчас будет просто вообще вот пинать нас. Но мы пока всё равно более-менее на коне. Плюс у него, по крайней мере, один вантернер ушёл. Надо бы, конечно, и второго сразу тоже закапывать. Но он, к сожалению, на скамейке запасных ничего с ним сделать нельзя. Как все думаете? Я не согласен. Мистер Ноблс из предыдущей команды моей тоже имел пеленон. И был довольно успешен. Давай, 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 беги. Беги, беги. Надо вот этого, товарища, похоронить. И вообще будет хорошо. Не, на самом деле, вот из всех бегаев вообще обыкновенному огру пеленон смотрится, мне кажется, лучше всего. Потому что у него просто нет никаких пассивных навыков, которые он может нормально давать команде. Понимаете? Карапан, я подумаю. В принципе, идея, конечно, неплохая, но не очень благозвучно звучит. Меня это слегка отпугивает. Так, как бы, самую малость. Блин, просто вот буду помнить его, конечно, теперь. Я в раздевалку парней распечатываю фотографию и вручу им набор для дротиков. Пусть они развлекаются. Бастиан Кунст, молодец. Работает. Я смотрю, нам тут дарят еще много разных блоков. О, само по себе, в принципе, неплохо. А, он еще и фалит. Так, ах ты дрянь. А ну-ка, удаляйся. Кулина Бекера. Отправили в колокольню. Не очень, конечно, приятно это. Так, у нас есть вот такая штука. И у нас, в принципе, есть Донтлис. И у нас, в принципе, есть еще вот сюда вот удар какой-то. Наверное, все-таки мы вот так вот сделаем. И не сильно будем, как бы, по этому поводу переживать. Здесь можно сделать тоже два куба. Ибо стену, наверное, уже, наверное, не хочется мне вставать. Да. Не будем здесь делать два куба. Мы здесь, наверное, с доджем. А этими парнями пойдем закрываться. Мы сейчас сменим фланг. Здесь я понимаю, что мы подставляемся под фол, но этого парня надо выбивать. Давай, дружок, мочи. Не хочет. Хотя, вот против фолов, наверное, вот этого парня мы здесь оставим. Здесь мы меняем фланг. Этого парня, наверное, вообще на лицо поставим, чтобы он не бегал здесь как хочет. Вот. Ты идёшь сюда. Ты идёшь сюда. Ты идёшь сюда. Ты идёшь сюда. Тебя, наверное, даже сюда поставим. Тобой додж У нас осталось Три хода и три ролла Поэтому здесь мы можем уже немножко Их потратить Вот, чтобы не было прям Совсем халявного здесь прохода Тут, тут просто лежим У красоогр, чтобы к мячику встать Надо все-таки прокинуть два ГФИ Причем, кроме этого Два ГФИ, ему еще надо нормальный успешный блок Сделать на втором ГФИ Так что Посмотрим еще Угрозу на мяч можно было давно сделать Да, и сейчас можно подсесть, но Это можно только потому, что он крысами играет Понимаете? И против крыс прям так железную оборону Не выстроить особо Все равно у них какие-то кубы будут Вопрос Какого качества будут эти кубы? Да, и вот еще одна ошибочка Надо было вот этих ребят мне местами поменять Чтобы вот этого Парня крыло Крыл сайдстепом вот эту вот зону А то он сейчас будет фалить опять вольфганга Здесь сайдстеп-то особо не нужен А вот тут бы пригодился Одно хорошо, но Вот кем фалить? Вот этим парнем, да? И его хочется еще вот сюда подвезти На дополнительный ассист Поэтому у него есть выбор Либо блоком фалить, либо Либо нет А, пиропан, я никого особо не жалею Все рано или поздно умрут Сид, да, тоже 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 хорошее соображение Где там вообще спит судья? Уже несколько фалов было и Все мимо О, нам тут даже немножко кубы дают По гатру Правда без стакла, но Приятно Может быть мы даже Сделаем сюда ГФИ, чтобы просто его Ударить Так, хорошо Это хорошо Кого будет Блиц? Блиц, наверное, вот в этого парня Блиц вот этим, товарищем Ты бежишь сюда Если мы этого товарища ударим То он не подбежит к нам Это прекрасно Ты Тебя надо закрыть Уходи Ты идешь сюда Замечательно Ты Идешь сюда Мы на это тратим, если что, рерол Отодвигаем тебя в преисподнюю Давай, дружок Не получилось Не подходим Ты стоишь Ну все, вроде у нас никто не может забрать мячик Из какой-то дичайшей вообще грязи Сид Сид, вкладывать не надо У меня мячик-то уже у Блицера Нормально все Я уже это сделал Четыре хода назад Так что все под контролем Тут у нас тровер в качестве уже телохранителя играет роль То есть как бы зона бездоджевая Нормальных кубов у него, в принципе, практически ни в кого нет Единственное, что он сможет, это добежать И максимум на двух ГФИ встать в лицо Да нет, как бы Как будто я прям Кого-то обвиняю Нет, конечно, я и сам знаю, как Многие слушают стримы Я в том числе А кем, собственно, в кубы в мячик-то, я что-то не пойму Один куб в мяч кем? Вот этим парнем? Не, ну, наверное Давай сюда Александр Хофер не пробивается У нас сейчас даже, в принципе, будет Блиц с Вольфгангом Практически куда угодно Наверное, Корва, я ничего не боюсь Какие там выталкивания Ну да, он может вытолкнуть Линейку Ну, ладно Нельзя же все продумать Я не настолько хороший игрок, чтобы прям о таких вещах думать Какие-то выталкивания А, Уолтер, живи Карта нам еще пригодится Живи, Уолтер Живи Да? Хилые пощечины каких-то крыс Так Замечательно Замечательно Что делаем? Хочется, конечно, вот в этого товарища влететь Но мы не можем То есть здесь мы можем организовать Единственное, что это один куб Поэтому давайте просто влетим в этого товарища Можем ли мы здесь три куба сделать? Вроде да Давайте прям почетную могилку сделаем Так Мочи Увы, заносит свой первый мяч в карьере И давайте терпеть, Уолтер Потому что сейчас нам очень с большой вероятностью забьют Потому что у него есть хороший гаттер с сайдстепом Просто совсем подряд Видите, какой хороший гаттер Он просто возьмет и как через масло просто пройдет Можно, конечно, вот эту антивантерную расстановочку сделать В принципе, у него две головы, поэтому, да Я думаю, делаем Мы все равно нормально не сможем Городиться У нас лишний товарищ Нет, так не работает Кстати Кулианбекер не проснулся И это меня очень печалит В данный момент Это Каспар Давайте Каспар поменяем, наверное, на нашего новенького Тровера Изи проталкивание вот этого товарища Да, но он хотя бы в такой зоне будет стоять Можно было... А, ну да, у нас же был лишний игрок Надо было его сюда поставить Вот сюда вот Да, 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 да Надо было сюда поставить товарища Да, Синитус, я понял, да Ошибка, да Это ошибка Зато, смотрите, как интереснее Получается, зрелищный матч С ошибками он как-то лучше смотрится Наверное Я просто не так уже часто в Blood Bowl играю Раз в неделю Раз в неделю, друзья Иногда даже не получается Потому что какой-то автовин Межсезонье Я как бы слишком мало играю для того, чтобы совершенствоваться Что-то он задумался Межсезонье 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 Ну, Сид, мне приятно Я просто думаю, что уж я уже не так часто на кубы мою. Или я просто не понял, что ты хотел сказать? Ролл у него есть. Не, на самом деле у него очень большой шанс занести. Конечно, надо кик уже поскорее. Надо поскорее кик. Запинывание, кстати, довольно неплохое. Ну почему не видит он проталкивания? Вот, нормальное проталкивание. То есть сюда вот бьет, здесь проходит. Куда-нибудь сюда или сюда. И побежали. Это бессмысленный мув. А, смотрите, что он хочет сделать. Вот он два раза хочет толкать. Чтобы он был здесь. То есть, если не сбивается, он проталкивает его сюда и сюда. Но надо еще вот сюда как-то поставить. Кого-то. Так, а это что такое? Приролл-то, да, не знаю. Так. Нет никакого. Валентерно. Если уж хотел, так сложно делал. Надо было вот этого товарища кидать. И вот так вот сюда вот. И там потом уже по-другому было бы все. Это да, он просто ошибся. Да, тест на скайнов провален. Даже это, в принципе, ерунда. Потому что надо было тогда хотя бы подвезти товарища сюда. Так, теперь нам надо отстоять. Отстоять прям, хорошенько отстоять. И у нас... Блин, Хулиан, что ты творишь? Какого черта? Ты разочаровываешь меня, дружок. Так, кого мы заменяем? Наверное, кетчером. Ты идешь сюда. Несимметричную расставовку делать никакого смысла нет, потому что просто нам забьют тогда. Делаем симметричную, стандартную. Ты идешь, кроешь фланг. Раз. Ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Ты стоишь где-то тут, чтобы тебя не били. Ты стоишь где-то здесь. Ты стоишь где-то тут. Это вот так лучше будет. Здесь есть сила И наверное вот сделаем по другому Потому что мне хочется чтобы Вот этот угол был более привлекателен На самом деле Для блица Потому что здесь такл Как-то так У него минус 2 У нас все нормально У нас только минус огр А ну и Вот этот такл конечно тоже бы очень сильно не помешал Если бы он стоял где-то Вместо например Города Такл нам нужно Конечно как можно больше Крид у него тоже Проснулся Пиропан Мой тровер Он ни в какие спортзалы не ходит Он Просто ест бекон И кидает камни Привет Стар Стар смотри какая прелесть Мертвый Огр Сразу же после того как я взял ему пеленон Он помирает Просто вообще моментально Ну так Не то что прям сильно обижаю Там по моему только нигла на Линейке на этой И все Кажется Ну я его подставил чтобы он на него сагрился Он на него сагрился и убил Так Так То хорошо Отлично Минус 3 на поле крыс Ха-ха-ха-ха Отлично Судя по его расстановке Он не собирается быстро забивать И это нам На руку Штор да Занятный Но тут уже высказывали что Им не нравится концепт такого Огра В принципе я тоже наверное не стал бы такого делать Занятный Тє 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 О, Джинни, привет! Что-то я тебя не заметил сразу. В принципе, более-менее, я думаю, уверенно играем. Немножко их по силовой части обходим, и пробои нормально идут. Но, опять же, помер Огр. Опять. Опять он помер. И надоело уже копить на Огров. И вообще копить на игроков мне крайне надоело. Просто крайне. У меня нет свободных денег в казне практически никогда. Всё время приходится их спускать на игроков. Я надеюсь, что мы довольно много выиграем в этом матче, потому что мне надо, конечно, Огров выкупать обратно. Так, он хочет морозить мяч. То есть, ему нужно делать какую-то внезапную угрозу, чтобы, собственно, забивать. Если он будет постоянно морозить, ну, как бы, мы не против. Пусть он всеми штурмверминами сзади тусуется. Нам просто не надо тылу вступать. Всё будет хорошо. В общем, похоже, блицевать мы будем не Вольфгангом, потому что ему не нужно лежать. Этот такл нам нужно беречь. Блицевать надо будет каким-нибудь, не знаю, вот, Увем и Люром, например. Или Каспаром. Иван, ну как же без Огра? Некоторые вещи, такие как вот Хумана, для того, чтобы, я думаю, для того, чтобы нормально быть, на нормальную эффективность выходить, нужен игрок, которого можно просто взять и поставить куда-нибудь. С которым надо всё равно считаться. Огра на эту позицию подходит как нельзя лучше, потому что линеек обычно выбивают, но Огра тоже, как объясняется. Просто мне нравится концепция игрока, на которого тебе насрать, но который сам по себе страшный. Я в команде вот эту концепцию должен как раз Огра выполнять. В чём смысл Огра с Пеленоном? То, что его вроде как марчать страшно, и он, когда тебя марчит, тоже как-то не по себе. Ну, крысы замечательно. У Хуманов нету таких инструментов. Давайте крыса Огра вольнём. Заодно и игроков нам освободит. Причём, в принципе, можно даже Вольфгангом его, потому что эти товарищи вообще очень далеко. Прям совсем. Этим товарищем можно сдоджить. Так. Даже можно не подставлять его. Хорошо. Давай. Пеленон. Не пробился, зараза. Ну, это ничего. Можно, в принципе, его фальнуть. С доджа фальнуть будет 72%. Тьфу, давайте, чё? Чё мы боимся-то вообще? Давай, друг. Храни его ногой. Зараза. Ну, ладно. Вон, Вагр. Для того, чтобы иметь такого Огра, как у Джинни, надо, чтобы он Апа хорошо кидал и качался хорошо, и гитараму не получал. Это столько всяких но. На которых ты вообще никак не влияешь, что просто, знаешь, в план закладывать такую концепцию абсолютно бесполезно. Бесполезно и бессмысленно. Как ты себя сможешь его обеспечить? А Мистер Абилард с концепцией просто пеленон и всё. Он в концепцию ложится тремя СПП. Тремя получениями СПП за травмы. Пиропан. Да. Планировал сегодня выложить сразу после игры. Потому что я сегодня, в отличие от остальных нескольких раз, не забыл включить запись. И она идёт. Так что я молодец. Джинни, может быть, да. Может быть, мы попробуем следующего Огра без мистера. Может быть, он будет миссис. Будет страшная мисс, которая там, или миссис, которая будет просто пугать всех своей отталкивающей внешностью. Можно сделать, на самом деле, Огра, знаешь, с приставкой Esquire, например. Хотя у меня же все немцы, поэтому какой Esquire? Esquire — это англичанин. Да и мистер тоже, кстати, англичанин. Может быть, да. Он же не ложится в концепцию команды. Надо придумывать у него другое. Другой ханарифик. Кстати, мисс Пнутс, он звучит гораздо лучше, чем мистер. Не знаю, почему. Но факт. Он что, вообще не собирается ничего делать. А, не, он клетку построил. Замечательно. Он построил клетку. Причем он... Для того, чтобы ему забить в следующем ходу, ему нужна угроза. Да. Это вот этот парень. А, не, он все равно не добегает. У него нету. Нету спринта. Сид, да. Хер, вот-вот нормально, да. Гер. Гер подойдет. Пиропан. Насчет следующего соперника я что-то не помню, честно говоря. Так. Мы не будем атаковать мячик. Мы будем атаковать вот этого парня, который почему-то взял и решил, что неплохо бы встать под блиц. Причем, блиц мы будем делать в Трикуба. Блин, в Вайнот. Трикуба. 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 Подставились под такл с пеленоном. С этого начнем, наверное, даже. Потом уже будем перестраиваться под... под все остальное. Блин, я, наверное, потрачу, потрачу рерол, потому что не хочется мне его отпускать. Давай. Падай. Вперед. Пеленон, давай. Хотя бы пробился. Уже хорошо. Здесь, друзья, во-первых, этого оставляем. Причем вот так вот оставляем, чтобы, если вдруг он захотел сюда приехать, у нас был на него ответный удар. Ты стоишь здесь. Здесь можно сделать классические вот такие вот... такие вот столбы. И на здоровье, как говорится. А тут, если что, мы настигнем. Правильно? Правильно. Подходить к ним я не хочу, потому что это даст ему, наверное, больше шансов, чем мне хотелось бы. Нормас. Стар, по-моему, у крыс с аптекой... с аптекой все в порядке, да. Это у нас аптеки нет, потому что мы потратили его на Огра! Зачем? Непонятно. Вот он мне нравится. Смотрите, какая красивая ситуация. То есть он ни с какой стороны нормально бежать не может. Тратить ему блиц придется, скорее всего, не на очень полезного игрока. Но с другой стороны, он может блиц потратить сюда и просто пробежать. Но, реально, мы его настигаем. И он здесь не сможет клетку сделать. У него всего здесь два богатора. Вот этот парень, конечно, надо было, чтобы он хотя бы с колоколом ушел, потому что сейчас он... Следующий ход он проснется, и мне придется сейчас ставить сюда какого-нибудь... оставлять товарища. Этого парня мне придется ставить на центр ради угрозы. В общем, еще не все у потерянного крыс, между прочим. Просто из-за того, что они юртки и скотины, они могут все равно просочиться. минусы, конечно, можно. Но сложно. У крысы все-таки муфта примерно такой же, как у людей. Чуть-чуть получше, но ненамного. Вон, оксидум на самом деле делает, говорит, но мы сейчас прессовать мячик уже начнем. Ну тут, блин, прессовать, не прессовать, здесь... Ну, сядем мы на мячик. Ну он здесь просто убежит и все, или растолкает нас. И он все равно здесь не хочет делать угрожающего, занести. Так. Бри, на этом дадже, давай. Отлично. Отлично. Отлично, отлично. Отлично. Прекрасно. Замечательно. Замечательно. Вот теперь можно обкладывать этого товарища. Этот парень не добегает. Мы оставляем у него в лице просто вот этого чувака. Ты идешь сторожить центр. Потому что... Потому что надо. И здесь наседаем. Ты стоишь на крысоогре, это надо. Здесь товарищ идет. Ты стоишь тут. Ты стоишь тут. Блиц мы пойдем сюда делать. Вот как-то вот так. Увы, нет. Но мы все равно идем вперед. Если ты... с Блица увезешь сюда, то он вот так вот может пройти. Наверное, с этой стороны его лучше поставить. Может быть даже на одну клеточку увезти. Хотя он с Блица уйдет. Ставим его здесь, чтобы он, не дай бог, с Блица не помарчил нашего вот этого парня. Надо его, значит, вообще сюда поставить. Вот точно, этого не произошло. Для проталкивания ему нужны очень хорошие кубы. И, честно говоря, пока не вижу, каким образом можно прямо протолкнуть. Только в эту сторону, это не дает ему клеток. Киропан, моему кетчеру еще многих навыков не хватает. Что поделать? В принципе, я вижу у него надежный довольно-таки план. Это просто уход в закат пятиагильным товарищам и саждение на лицо вот этому товарищу, например, вот этой крысой. И все, да. Это самое простое, что есть, но посмотрим еще. Так что, если что, мы будем тогда ловить на него два куба. Сюда? Сюда? Давай, давай. Сюда? Куманам вообще на протяжении всех их, всей карьеры, если не хватать такие статапы, как у Джинни, им вообще всего не хватает. И силы духа, и вообще, не знаю, воображение даже. Так что, можно сказать, по им пока еще нормально. Вот сейчас вот две единички подряд мне очень помогут. Ну, по крайней мере, если мы сейчас вынудим его на следующий ход занести, то же будет хорошо. Может быть, я даже сейчас не буду тогда... На самом деле, если он сейчас сюда проскользнет, то, наверное, я не буду 3+, здесь кидать, я вот этого товарища буду пеленонить, а этими парнями буду блицевать, пытаясь найти шестерку. Во-во-во, отличный маршрут. Лучший маршрут. Самый лучший. Куча шестерок, смотрите. И пятерки есть. И яичек нет. Яичек нет, это плохо. Ну, кстати, зря он... Вот это он очень зря, потому что я тогда буду блицевать вот этой линейкой. Хотя он тоже может ее закрыть, да. Здесь надо хотя бы 3+, уже завалить. Завтра просто вообще беспредел. Да хватит уже. Хорош. Ну, шлепнулся хоть. Давай, и бездумно держал на это потратить. Давай-давай-давай. Не стал. Это жалко. Так, какой план? Какой план в этом случае? Здесь надо валить. Ты, товарищ, в принципе, можешь пойти куда-нибудь сюда. Гвардеец. Ты, товарищ, можешь пойти сюда. Мы вот так вот здесь очищаем. И этот парень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. С двумя ГФИ бьет в 2 куба. Если мы додж организуем, то это будет 3 куба. Додж с авторированным, в принципе, можно. Для того, чтобы не было мучительно больно, нам нужно как можно больше людей подогнать сразу. Ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Ты. Идешь сюда. Ты идешь. Ты идешь сюда. Или сюда. Сюда, потому что ты освободить дорогу все равно должен. Если мы вот этих двоих не валим, то мы вот этим товарищем просто доджим и встаем впереди, надеясь на то, что он будет. 1-1 надо доджи кидать. Погнали. Нормально. Остаемся. Пустерочки. Отлично. Надо идти следом, но... Можем закрыть себе... А, не можем, все нормально. Ты. Надо поймать пятерку или шестерку. Шестерка замечательно. Давай пилимом. Пеленом. Пеленом. О'Олгол хорошо. О'Олгол хорошо. Смотрите, мы, если сейчас не выбиваем, то это практически 100% вынуждает его занести. Не будем здесь доджиться, у меня что-то ссыкотно. Попробуем вот здесь шестерки половить. Полоим? Полоим. Ну, хотя бы сделали ему еще дополнительный додж. Уже хорошо. Можно ему вот так еще сделать, чтобы он сюда побежал. Но это никакого смысла особо не даст. Здесь можно просто ударить. Все, смотрим на то, как он заносит, и пытаемся в 4 хода занести сами. Я вот думаю, на самом деле, на Бена следующую мапу, может быть, даже такл взять. Потому что уж он более хорош, как универсал именно. Не, ну если бы мы здесь пословили бы шестерочки, у нас было бы прям вообще отличные шансы в 2-0 сыграть. Синерус, я уже объяснял свои соображения на этот счет. Если бы я завалил этот 3-плюс додж парнем с таклом, да, то он мог вообще мне, в принципе, на ничью еще долго сталить. На самом-то деле. И хрен бы я его с таклом поймал бы. Потому что постоянно шестерки искать так себе план. У него, кстати, очень хорошо. Никто не встал. Так что шансов на то, что мы просто сейчас занесем в 4 хода довольно велик. Честно говоря. У нас, правда, один единственный ролл, это довольно печально, но как говорится, попытка не пытка. Может быть, даже Увы получится качнуть. Опять. Правда, сейчас вот против Пятиагильного это большой довольно риск, но их всего шестеро. Колян, да, согласен. Но какая же хорошая игра была без риска? Будет красиво. Я тоже буду порадовать, на самом деле, красивой игре. Почему нет? Так, Хулен-то встал вообще? Хулен, твою ж за ногу, а? Чё ж такой ленивый? Ленивый засранец. Ты нам очень нужен в этом матче. Тебя не наблюдаю на поле. Вот такое положение вещей меня тоже вполне устраивает. Не наблюдая на поле. Я прям совсем перестрахуюсь, на самом деле О-хо-хо, отлично Отлично Так, можем сразу вот ему в руки отдать И на самом деле вот этим парнем надо Заносить Мечу ничего не угрожает, поэтому давайте распоряжаться Сюда будет Блиц Или Нон Чудесно Пока все хорошо А теперь супер рискованное действие На которое, может быть, даже потратим рерол Давай, дружок Но я не хочу тройером Носить Все, теперь план Простой, не выпускать Увы С рук мячик У нас, конечно, нет реролов, но у нас тотально численное превосходство Нам нужно просто очень аккуратно все делать И по возможности делать И по возможности делать 3D-блоки Всякими товарищами с блоком и так далее Крысы бегут с корабля Крысы бегут с корабля Да, можно и не тратить на 3D-блоки Ну что, ритуальная жертва Ты идешь занимать огра Ты бежишь сюда Да, можно и не тратить на 3D-блоки Синерус, затем, чтобы огур не прибежал сюда Вот и все Просто банально Я не хочу, чтобы он блицевал мне ценных игроков Пусть блицует лучше Элиса от Джекела Мы даже замануху ему оставили Нет, крысаугру можно дать в щи Но опять же, это шанс всяких нехороших кубов Мне не нравится шанс нехороших кубов Честно говоря Видите, он все равно блицует огром Но блицует он вот Элиса Так бы он блицевал бы какой-нибудь там, не знаю Гвардейца, например Ну нафига мне это надо Зачем? Вот теперь, когда мы уже близко к зачетке И мне хватит людей комфортно здесь построиться И спокойно сталить Я уже могу позволить себе всякие уже делать ненужные блицы и так далее К тому же он огра вставил сюда Так что можем его просто здесь заэкранировать И нормально Похоже, за победу уже не будет бороться И делать всякие Необдуманные действия И правильно я бы тоже, наверное, уже Вперёг бы, наверное, игроков своих только Хотя кто знает Вперёг бы, наверное, игроков своих и так далее Он уже Вот этими товарищами Он уже просто не добегает Прекрасно Теперь можно заняться уже действительно стоящим делом Например, пеленоном крысоогра Ах! Ах! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не, у него есть вот такой вот, да, вот... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь... Да не, какие кубы... Он в девять только может сюда встать... Нет у них никаких кубов у него... Когда он просто увидит то, чего не... Недоступно... Простым смертным... Продолжение следует... Да, Ситар, это будет очень печально... Развитие событий... Согласен... Только фалить нам не с этой клетки, а с этой... Если уж валить... О, смотрите-ка! Он говорит как бы... Заноси... Я не хочу заносить, у него вантернер... Я заносить не хочу... Не, я еще один ход буду всталить... Я вот этого товарища буду перепози... Перепозиционировать сюда... Чтобы он с этой клетки не ворвался... Снизу... Подопру еще... Беном Келлером... Что-то, кстати, какие-то баги... С интерфейсом... Да, я тоже заметил, что какие-то три с пупе... Не показывает на травмах, что... Не нравится, короче, все это мне... Идешь сюда... Ты... Занимаешь место тебя... Ты идешь сюда... И идешь сюда... Да... Теперь надо грамотно... Распорядиться Блицами и всем остальным... Ты идешь марчать от этого товарища... Так... Ты... Слышишь... ... Я... Ты... так и сюда ну, Манфред Зикклер совершенно спокойно доджился от хвоста Сидоров, два блица отлично все выталкивается, да практически всегда вообще было бы интереснее интересно поиграть, конечно, в два блица в блатбол, но я думаю, что совершенно был бы, конечно не сбалансированный формат но веселый однозначно веселый не, опять же говорю, это будет очень красиво если вдруг он это сделает застреболов, красные кубы шикарно было бы ну, это уже фигня какая-то, это уже похоже на шахматы причем в худших их проявлениях потому что каждый ход у тебя будет какой-то риск но там нету тюрноверов ну, смысл без тюрноверов играть в блатбол фигня какая-то получается ну, у него пока все получается у него даже есть рерол нормально так ну, почти почти получилось кстати, смотрите, как здорово он сейчас 5 СПП получит за этот гол почти получилось нормально не, ну, может быть и зря потому что мне пришлось бы кидать кубы здесь но я бы здесь 3 куба бы сделал в принципе очень, конечно, хочется пожадничать но не будем мне кажется, и так уже достаточно попили кровь нет, я согласен перебрасывать было решение такое опасное потому что в действительности если бы я вдруг сейчас нашел бы не нашел бы кубов на этого товарища ой, шестерочка то у меня были бы проблемы шестерочка это хорошо о, и Каспар качнулся вообще великолепно, друзья единственное, что плохо это то, что у нас делая вылапнулся наш Огр его придется скачать заново но с другой стороны мы двух блицеров качнули это прекрасно это прекрасно давайте валидируем посмотрим, что у нас случилось с командой давай, валидируй посмотрим, что у нас блицеры наши взяли двух блицеров за матч качнуть это большая удача честно говоря и, не знаю, там два каких-нибудь горда против Норсов нам очень пригодятся давайте тогда пока во валиднулся валиднулся тара-та-та-та увы, Муллер возьми что-нибудь хорошее обычный ап это будет, скорее всего, гард и Каспар Каспар, давай давай Каспар и Каспар обычный ап блин, что же вы такие бесполезные-то? где таланты? где стремление к будущему и к покорению самых высоких вершин ну ладно это будет, наверное, после ну, идем мы вполне неплохо но, в основном на, конечно, на лаке ладно, давайте смотреть что у нас дальше Крыса-огра расписание и дальше у нас собственно Норсы они довольно страшные, кстати и последним днем будут какие-то шоколадки не помню их совсем давайте сначала на Норсу взглянем шоколадки это хаос ох ты, ё-моё 1760 а, Норсы Норсы 250 чего? Айс Рейн ты чего? зачем ты так разожрался? 15 игроков грязная игра 4 могучих удара брейк такл додж пеленоны таклы джаггернаут и броня донтлес эмм ну ладно донтлесы против нас не особо роляют ладно если возьмем логр будут ролять 250 это значит это значит что у нас сейчас будет ну мы сейчас наберем как бы почти 200 ТВ ну 150 там не знаю с чем-то не хочу сейчас считать поэтому у нас будет где-то там ну 300 будет то есть мы сможем взять мага и что-нибудь еще маг против этих товарищей в принципе не повредит или можно вообще Зуга взять Зуг тоже против этих товарищей не повредит едите голый это приятно короче блин нет как-то боязно конечно против таких ребят кому же здесь смотрите есть даже какой-то попрыгучек что за бред ничего себе стрипболист с агилой ну ладно это мы как бы будем таскать просто нашим наверное сильным меченосцам и все будет хорошо к тому же у него гард у него два гарда между прочим блин нас короче очень сильно будут сжать по посилия потому что у него четвертая сила есть у него есть дотлесов полно будет прям нелегко надо будет рассчитывать на то что он будет сразу сыпаться и все будет хорошо но это не факт что произойдет но у него гардейца у него похоже с Ниглой гардейца у него похоже с Ниглой причем у него еще и есть еще одна сила то есть у него три плюс силы силовой гвардейца это вообще неприятно но и здесь тоже Ниглой есть нормально то есть в принципе шансы неплохие может быть и Зуга возьму вместо мага мне кажется что вот это вот все товарищество оно будет неплохо лопаться под его ударами с другой стороны Зуг для Етик он плохой товарищ потому что Етик может и победить девятую броню Зуга проколупать ее любопытно любопытно давайте на шоколадок посмотрим тогда хаос а хаос как ни странно не такой уж и страшный то есть ну конечно страшный могучие удары не всегда неприятные но у него как-то тоже два горда всего нет у него минотавра поэтому эти товарищи в принципе они нормально размениваются на каких-нибудь не знаю кетчеров например бронированный хаос воин вообще не волнует но три горда но нет запасных нет запасных это хорошо нормально вот это вот не так сильно пугает как Нурса честно говоря Нурса гораздо страшнее гораздо страшнее Нурса конечно в чем заметьте он играет без а нет с одним раннером с одним дровером но они совершенно не каченные поэтому не сильно роляют блин интересный будет матч классическая такая стеклянная пушка если нас прострелят то беда если нет то нормально все ладно в связи с этим я знаю что в принципе брать на вот этих ребятах на наших это просто без базара два горда горды они всегда пригодятся и у нас будет три нормальных горда с блоком и это уже реально хорошо это приятно огар огар ты будешь все-таки да я думаю что ты будешь гером но гер кто гер кто давайте проведем некоторые изыскания воспользуемся мы для этого гугл перевозчиком с русского на немецкий давайте какие-нибудь красивые слова не пнуться я не хочу все равно стоит пнуться никаких пнуться давайте какие-нибудь отрывать отрывать как-то неблагозвучно какие-то обрехи что-то такое давайте тогда колотить колотить это клопфин клопфин неплохо колотить убивать это тотен люк бринген а если будет гер молодец молодец не звучит не звучит о забивать забивать вестопфин как вам такое ер вестопфин для красного барона он слишком зеленый будет в моей форме как вам верстопфин смотрите верстопфин нормально я надеюсь что он приживется таким именем ситар я не буду загадывать не нравится мне гадать гадать дня на огре они ничем хорошим не заканчиваются гер вестопфин смотрите приятно приятно звучит и у нас 1700 смотрите 1700 на 250 у нас будет 350 индусов то есть нам хватит на зуга и даже останется сдача если мы добавим своих то у нас даже будет стольничек и стольничек это будет неплохо на стольничек можно например двух девочек купить или за 50 можно просто девочку купить ну просто в такой команде наверное двух надо брать девочек кто у нас там будет конкретно закапывать хотя запасных у нас нормально нормально у нас запасных всего на один меньше чем у оппонента нет шеф этот бесполезно нет 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 шеф это совершенно не вариант он что сработает что не сработает никак нас не защитит например от его пеленонов без реролов спокойно может например кубы находить какие-нибудь мне кажется нам нужно лучше какой-нибудь силовой столб который он будет бояться больше пользы принесет на крайний случай мага и еще кого-нибудь может быть маг может быть маг и не знаю две аптечки и девочка тоже будет вариант против его команды такой как бы неплохой кстати говоря очень даже неплохой может быть я об этом варианте тоже подумаю но зук мне нравится пока больше всего потому что мы тогда с ним более-менее в силовую игру немного более на равных сможем играть пиропан когда хочешь покупай когда чувствуешь что он тебе может пользу принести так и бери я вот как джинни не могу не умею своих кетчеров защищать хорошо поэтому мне двух не хватает они уходят мне кажется даже на самом деле вот кетчер он иногда гораздо полезнее чем чем линейка потому что он по крайней мере универсален он может куда-то взять убежать там сдоджиться там не знаю мячик нормально с мячом работать ассисты дает он гораздо лучше чем обычно чем линейка от линейки не всегда же требуешь чтобы он просто в рыло бил ну ладно это я с вами заболтался давайте уже заканчивать уже полдвенадцатого я уже устал честно говоря похоже у меня температура поднимается честно говоря так что надо отдыхать пить чай и вообще выздоравливать спасибо за внимание всем наверное до следующей недели уже всем пока до следующей недели до следующей недели до следующей недели